Субтитры подогнал «Симон» Многие просят, чтобы я нарисовала, хотят ребенка, это правда, хотят ребенка, я рисую мальчика, девочку. Сакура вдали сидит, девушка с парнем, дорожка к ним идет, они так вдалеке, и спиной. И вдруг у нее дочка уезжает в Китай, при том, что на картине девушка черненькая и парень рыженький. И у нее дочка уезжает в Китай, обстригает волосы, блондинка была, и она красится в черный цвет. И это Сакура, она говорит, мы не ожидали, что она туда, ну вот она поехала туда учиться. Мы как-то не ожидали, что она вот возьмет и уедет в Китай. Раз и уехала, и раз и встала брюнетка. Она говорит, это все ты предугадала, посмотрите. У меня сняются картины и то, что я рисую в данный момент, вот я как бы продолжение, я это все вижу. Как я бы сделала, вот я думаю об этом, видимо, во сне, наверное. Тетяна еще совсем недавно находилась в святе цифр, финансов, балансов, доходов и витрат. А теперь поройнула в надзвичайный свит радости, яскравых фарб и хорошего настроя. Я работала в банке, я работала на Небулоне, бухгалтером. И в какой-то период я уже поняла, что это что-то совсем не мое. Но все-таки решила, ну как бы, рискнуть. Первое, мне люди заказали картину, сотрудница с бухгалтерией. Первое, ну и я вот смотрю, у меня же получается, я маслом никогда не писала. А у меня все получилось, ей понравилось, всем вокруг понравилось, все меня хвалят. Деньги заплатили. Разве это плохо? Я решила, что, видимо, бухгалтерия это точно уже не мое. Вражает майстерность художнице. Вона відчуває найменші нюанси кольору та передає всю глибину кожного відтінку. А ще Тетяна зуміла знайти для себе свій стиль – импресіонизм. Училась по интернету рисовать у мастера, ну он, естественно, он импресіонист Игорь Сахаров. Картини Тетяни – це казкові історії, чарівні натюрморти, романтичні сюжети та дитячі мрії. Я дуже часто їжджу, мені подобається різні сюжети. Я в дальнішому хочу сюжетні картини з людьми, з дітьми. Мені дуже мені подобається рисувати дітей. Ну не именно, допустим, з портрета, а просто дітей, разнообразні сюжети, які я бачила в дорогах, я бачила во всяких місцях, куди я заїжджала, де я, в общем, посещала, бивала. Це, звісно, необыкновенне. Процес створення картин Тетяна називає нескінченою подорожю. І ніхто не може передбачати, куди вона заведе. Я намагаюся славити якийсь момент, допустим, навіть якщо я рисую людей, то я намагаюся славити взгляд, яке-то відчуття, яке-то впечатлення. Ну, допустим, якщо це тіни, це блески, яке-то на воді, яке-то. От именно моменти намагаюся. Мені здається, це дуже важливо, щоб передати настроєння. Кожен день майстриня присвячує кілька годин роботі в своїй затишній майстерні. І сьогоднішній день не став виключенням. Тетяна пише картину з особливою історією. Історія написання на Небулоні зі мною молодий людина. Робутав, він мені вже заказував багато картин, мабуть, 4 він мене заказував. І ось це останнє було. І він говорить, ну, давайте я йому дзвоню, узнать, який розмір. На запитання, як би ви зобразили на полотні своє наткнення, Тетяна відповідає так. Вдохновення, я думаю, должно быть в каких-то теплых, веселых, радужних тонах. Ну, чтобы… потому що вдохновення – це то, що приносить какое-то удовольствие. Це приносить какое-то счастье. Я думаю, що вдохновення должно быть, ну, какое-то абстрактне, інтересне, з цвітами. В якимі-то, наверное, може бути, вверху голубе небо. Повертаємося до студії, які обіцяли з анонсу. До нашої студії вже завітала художниця Тетяна Шаловинська. Доброго ранку, вітаю вас. Доброго ранку. Дякую, Мэр, за те, що ви з нами, за те, що ви ділили час. І так, ну, самый главний вопрос і самое главное, що сьогодні будемо обсуждати, це ваша персональна виставка, яка стартує вже сьогодні. Що це за виставка і де буде проходити? Ну, це моя перша виставка, яка состоїться в музію судостроення флота на Адмиральській, 4. Открывається на 2 часа дня і буде работать до 18 марта. Я всіх гостей города Николаїва, всіх николаївців приглашаю на цю виставку. Об'язательно прийдіть і посмотріте, там багато видів Николаїва, багато моїх робот, багато робот, які мені дали зі своїх частних коллікцій мої друзі, покупателі, почитателі. Т.е. буде ще і то, що, скажімо так, знаходиться вже в частних коллікціях, і то, що вже ніхто увидеть, крімі цієї виставки, не зможе. Так, в принципі, да. Як довго шли к цій персональній виставці? Тому що для художника це определенний етап, коли є можливість вже показати широкій масі зрителям, то, що творилось на протяжі определенного периода, і усважте, відповідно, як і хвальбу, так і, можливо, якісь ці замечання. Звичайно, звичайно. Як ви к цьому відноситесь і відноситесь, і як це вас ждете? Я почала писати картини років три назад. В общем, так, серйозно. До цього були там небольші всякі. А зараз, як би, виставка, я на самом деле не ожидала, що ми вообще к цьому прийдем. Ну, як-то так вот получилось, удачно прошло встреча одноклассників. І одна із моїх одноклассників посоветувала мене обратитися в музей. І як-то так вот пошло, посмотріли картини, сказали, «Хорошо, там худсовет музейный тоже выбрал картины». Очень много, я ж говорю, дали із частних колекций, которые действительно, ну, я благодарна этим людям, потому що картины в прекрасному состоянию, і ще там рамки к ним, ну, настільки приємно. Це все, і я хочу, щоб, дійсно, побільше людей посмотрело мої роботи. Ну, які сюжети вас наполняють? Ми в сюжете увидели, точніше, услышали і увидели, то, що ви любите сюжети, людей в цих сюжетах, і потім вот ці моменти все переносити на картины. В Николаїві чем вдохновлялись, які сюжеты увидят там николаївцы, соответственно? Ну, ми как би с директором музея договаривались, що я буду рисувати именно види Николаїва. Ну, мені сразу как-то це дуже було складно, а потім я поняла, які мені понравились фонтаны, мені понравилась река, і далі буду продолжати рисувати именно види Николаїва. Ну, я как би сама родилась на Сухому фонтане, мені ці все види нашого міста, именно Сухого фонтана. Родні і знайомі з дитства. Тобто, я не знайомі з дитства, знаю кожен камушек. На самом деле, все легенды, все сказки, все про нашу именно этот район. Поэтому я его еще буду рисовать долго і с удовольствием. Поскольку це район детства, поскольку це район любимий, і це видно не тільки з сюжетів картин, але і, звісно, з елементарно з той же съємки, де з вами общались наші журналисты, це тож був район Сухого фонтана. І виставка називається «Фонтан», «Фонтан вдохновення», разные вариации, но «Фонтан» – самое главное в центре. Скажіть, пожалуйста, по поводу, вас поддерживает активно очень дочь, помогает во всех начинаниях. Именно благодаря ее постам в Фейсбуке мы узнали, что будет выставка. Как она относится к этому? Как она вас готовит к тому, что будут люди смотреть? Возможно, будет какая-то критика? Ну, она мне советует спокойно относиться к критике. Ну, я думаю, конечно, естественно, будет критика. Естественно, будут смотреть, кто-то будет хвалить, кто-то будет критиковать. Много друзей я постаралась пригласить, щоб поменьше критиковать. Но самое главное, что приятно, и видно это было. А дочка очень мне помогла, очень много вложила в эту выставку. Она там и писала, и рецензии. Ну, в общем, очень приятно, что она… Одним словом, сейчас кулачки держит. Мы ей передаємо привет, потому что она сейчас держит кулачки в студии телеканала. Ну, самое главное, что приятно, это то, что вы не боитесь общаться с зрителем в своих картинах, с оценщиками картин, можно по-разному сказать. Но самое главное, что я думаю, это то, что вы вносите в их души любовь к родному городу, к своему любимому месту в Николаеве, это район Сухого Фонтана. Но что бы хотелось, чтобы каждый вынес из этой персональной выставки? Что поселить в душе? Какое зерно? Ну, любовь, наверное. И чтобы многие нашли в себе силы, допустим, поменять, ну, как я поменяла свой вид деятельности, стала художником. И это должно человека, даже несмотря на возраст, как бы, я все равно считаю, что это, ну, как бы правильный выход. Из ситуации. Из ситуации, да, даже сложной ситуации. Самое главное, что вы всегда ищете силы в себе. Самое главное, что у вас есть верные друзья, помощники. Дочь – это самый, я так понимаю, большой титан рядом, который поддерживает любой ситуации. Вам, конечно же, вдохновение на новые работы, творить, находить новые сюжеты, находить вот те моменты, о которых вы говорили. Ну, и, конечно же, побольше, побольше зрителей на выставку. И сегодня, друзья, напоминаем еще раз, в музее сегодня в 14.00, будет по адресу Адмиральская А4 проходить персональная выставка. Откроется, у вас есть возможность и сфотографироваться с Татьяной Шаловинской, и, конечно же, увидеть работы, пообщаться лично, задать все интересующиеся вопросы. Поэтому приходите, проводите пятницу с пользой. Дякую вам за то, что сегодня это в нашей студии. Редактор субтитров А.Семкин